Некоторые люди открывают дачный сезон еще в феврале. Именно в конце зимы они белят деревья и подрезают им ветки. А уже в апреле начинают садить рассады. И помогает им в этом теплица. Любовь Быстрикова – дачница с 25-летним стажем. Все секреты земледелия знает наизусть. Говорит, сезон садоводства и огородничества и вовсе не закрывает. Даже зимой женщине есть, чем заняться на любимом участке. Грядок на даче около 20. На них Любовь Васильевна выращивает фрукты, овощи и ягоды. Особенно гордится арбузами и дынями. Признается, дождаться не может, когда уже все зацветет. Правда, чтобы добиться такого результата летом и потом собрать богатый урожай, потрудиться нужно еще осенью и весной. В первой половине апреля дачница планирует начать сеять рассаду. Для этого у нее есть две теплицы. Одна для цветов, другая для овощей. Причем вторую женщина спроектировала сама. Большое внимание дачница уделяла именно окнам, благодаря которым можно конструкцию проветривать. У всех готовых теплиц, которые присматривала Любовь Васильевна, было всего одно окошко. Женщине показалось, что этого недостаточно. И в ее авторском проекте их целых три. Для вентиляции одного окошка мало. Это еще в зависимости от того, что маленькая теплица или длинная. У меня, как она четырехметровая, вентиляция должна быть больше. Причем каждое окошко открывается в свое время. То, что повыше и поменьше, когда только появляются росточки. Для того, чтобы открыть нижнее, нужно немного подождать. Второе окошко. Открываю уже тогда, когда рассада подрастает, сантиметров 20. Ей уже мало этой вентиляции. И влажность большая, и нужно больше тепла. И вентиляции больше нужно. Только в начале июня дачница пересаживает рассаду на грядки. До этого времени она благополучно растет в теплице, наслаждаясь теплом. На улице пока только плюс 8 градусов. А вот в теплице уже настоящее лето. Здесь очень жарко, прям хоть загорай. Градусник нам показывает. Плюс 30 градусов. Но чтобы рассаде было тепло, нужно учитывать не только температуру воздуха, но и земли. Градусникам почву Любовь Васильевна никогда не измеряет. Для этого у нее есть свой проверенный метод. Если на этом уровне пальцем не холодно, можно без перчаток, конечно. Вот у меня такой градусник землячий. Сейчас прохладно, да? Еще холодно, правильно. Еще нельзя сеять? Еще нельзя сеять. Своей дачей Любовь Васильевна гордится. Говорит, ухаживает за ней круглый год. Благодаря этому в 2016-м даже заняла первое место на городском конкурсе овощеводов. Но результат она связывает не только с усилиями, но и с отношением к своему участку. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.